Как зарядить фотоплёнку в Акфу-Изолетту. Открываем заднюю стенку. Поднимаем зажим отдающей катушки. И отгибаем его основание наружу. Выбираем размер кадра. Когда эти створки сложены, кадр имеет размер 4,5х6 см. Когда они откинуты, у вас квадратный кадр 6х6 см. Допустим, я хочу 4,5х6 см. Возвращаю эти створки в исходное положение. Далее, берем приемную катушку. Оттягиваем головку транспортировки пленки и вставляем катушку в ее гнездо. Опускаем головку транспортировки пленки и убеждаемся, что ее вилка попала в катушку. Оставляем катушку в таком положении, чтобы в ее щель нам было удобно засунуть ракурат пленки. Далее, подготавливаем пленку. Она у вас будет в картонной упаковке и в полиэтиленовом фольгированном пакетике. Открываете верх этого пакетика. Открываете или обрезаете скотч, пластырь, на который приклеен конец ракурата. И вставляете пленку в фотоаппарат таким образом, чтобы ракурат черной стороной пошел вовнутрь, в сторону объектива. Зажимаете и опускаете зажим в фотоаппарат. Далее, вставляем ракурат в сель катушки и начинаем наматывать. Смотрим, чтобы пленка шла ровно. Вернее не пленка, а пока еще ракурат. Мотаем до тех пор, пока не увидим вертикальную стрелку. После этого закрываем фотоаппарат. Выбираем на видоискателе тот режим, который соответствует размеру нашего кадра. Но у нас сейчас 4,5х6. И теперь выбираем свое окошко. Если кадра 6х6, вы смотрите в это вытянутое окошко. Если кадра 4,5х6, то вы откидываете заслонку и смотрите только в этот кружок. Продолжаем мотать пленку и ждем значков. Значки у разных производителей пленок разные. Но у основных, типа кодека, у бывших советских производителей. А, они используют чужие ракуады, тем более. У Фомы, у Илфада. У них в основном вот такие вот стрелки. Стрелки эти предупреждают о том, что сейчас в камеру начнет поступать пленка. Следующий значок, который вы увидите, это точки или кружки. Или, как у пленок кодек, слово кодек, написанное прямо на ракуре. Они будут означать, что вам надо вдвойне внимательно смотреть с этого момента и медленнее мотать пленку. Потому что следующий значок уже будет номер кадра, который вам нужно поймать точно по центру. Все. Это значит, что у вас тут уже достаточного размера кусок пленки стоит перед камерой, чтобы сделать кадр. Можно начинать фотографировать. Делаете снимок. Ну или несколько снимков, если вы фанат мультиэкспозиции. И перематываете на цифру 2. Точно так же вас будут предупреждать значки о том, что скоро эта цифра 2 появится. Делаете следующий кадр и так далее. Среднеформатная пленка хороша тем, что ее не надо перематывать обратно. То есть просто вы отсняли всю пленку и она останется здесь на приемной катушке. Раккорд, это темная бумага, не пропускает свет. К концу этого самого раккорда будет наклеен пластырь. Отдягаете этот пластырь и заклеиваете им пленку, чтобы она не раскрутилась. Вот значок того, что пленка закончилась. Теперь отматываем до конца раккорд. На этой старой советской пленке пластырь уже развалился. Ну вот место, где он был, кусок остался. Открываете его и заклеиваете конец пленки, чтобы она не размоталась. Затем засовываете эту пленку обратно в тот фольгированный пакетик, в котором она была. И храните до тех пор, пока не надумаете ее проявить. Ну или отдать кому-то на проявку, если сами не проявляете. Ну вот, как-то так. 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 И так. Продолжение следует...